Всем привет! В эфире программа Мобильно и с вами Андрей Козицкий. Сегодня у нас в выпуске. Запах заказывали? Камаз вместо колеса обозрения. Перчатки для мышей. Модная ворона. Антисанитарную обстановку в городе устраивают сотрудники компании, которые занимаются сливом отходов. Так наш мобильный репортер прислал нам видео с вокзальной дамбы номер 3. Водитель пойман с поличным. Отходы жизнедеятельности человека, если так это можно назвать, собранный из септиков частных домов, он скидывает в канализационный люк для сточных вод. Специально для администрации города Уссурийска. Парень говорит, надо звонить хозяину. Автор видео написал, что запах стоит на весь район. Да, скажу вам так, пахнет далеко не розами. Движемся дальше. В неприятной ситуации оказался водитель Камаза, перевозящего лес. На дороге он обидно встал на дыбы. Да еще и проезжающие мимо водителей вместо проявления сочувствия достали свои телефоны. На лесной дороге перевернулся грузовик с древесиной. Проехать мимо без своих комментариев другие участники дорожного движения просто ну никак не могли. А меня вот интересует другой вопрос. Как водителю удалось спуститься из кабины? Выс так, как на чертовом колесе. Владельцы котов, будьте внимательны. Не трогайте руками мышей, иначе попрощайтесь с вашими перчатками. Хозяин этого ранца сказал родителям, что был в школе, но его кот знает, где на самом деле носили ноги ученика. Пахнет перчатка мышами. Неужели кто-то отбирает хлеб у бедных кошечек? Вороне где-то бог послал кусочек сыра. У нас следующее видео, хотя и про ворону, но послал ей бог далеко не сыр. Вот так вполне себе обычно начинается история с подкармливанием птиц. Ворона, у которой, знаете, кстати, даже есть имя, выпрашивает у людей еду. Коллектив сотрудников разрешает птичке войти в свой офис, как будто не знает, что вороны любят все блестящее. Родители, у которых дети уже выросли. Знаете ли вы, что сейчас поют на детских утренниках? Маленькая страна? Опаздывайте жить, дорогие друзья. Сегодня героиня нашего следующего видео все продемонстрирует. Поклонникам, судя по количеству танцующих, у этой песни предостаточно. Вот мальчишки отплясывают, причем разного возраста. Кто-то пытается прокричать несколько строк в микрофон певицы. Свой ночной клуб в формате одной единственной комнаты. На этом программа «Мобильно» заканчивается. Присылайте свои видео на номер, указанный ниже, и, возможно, именно вы станете обладателем нашего приза. Субтитры подогнал «Симон»!